В прошлом году на территории городского округа Мытищи несовершеннолетними было совершено 23 преступления. Половина из них числится за иногородними подростками. Об этом и о безопасности несовершеннолетних говорили в рамках программы «Диалог с властью». Гость студии, начальник управления территориальной безопасности администрации округа Светлана Фельченкова подробно рассказала о том, какая работа проводится, чтобы обезопасить детей на железной и автодороге, на катках и горках первые 10 дней Нового года прошли без серьезных происшествий. Однако опыт прошлых лет показывает, что этот вопрос всегда должен быть на контроле родителей. Категорически прошу, просто прошу и умоляю наших родителей, все, что касается зимних забав, игровых забав детей и подростков, особенно младшего возраста, пожалуйста, обязательно под контролем, под собственным контролем, либо под контролем взрослых, потому что в прошлом году у нас на лед вылетали дети и было подтопление, то есть ребенок провалился под лед хорошо, успели оказать помощь, содействие, и там была целая семья, мы помним. Также речь шла о продаже алкоголя и энергетиков детям. Только в прошлом году к административной ответственности за эти деяния привлекли 164 крупных торговых объекта, возбудили 4 уголовных дела. Я считаю, что нужно ужесточать законодательство и в разы поднимать штрафные санкции. А вообще в случае продажи, повторной продажи алкоголя несовершеннолетних, у нас уже были случаи, когда есть такое, было такое у нас, например, Мирова, Тома, мы все помним Новому Тичинский проспект, где ежегодно возбуждались уголовные дела на продавцов, и мы инценировали, и у нашего управления торговли мы писали письмо в Московскую область, в правительство, и наконец-то лишили лицензии, поскольку лицензии выдает злостных нарушителей, выдает правительство, а не глава городского округа. К сожалению, надо ужесточать просто санкции и лишать лицензии. Также подробно разобрались в особенностях реализации программы «Безопасный регион». В прошлом году в Матищах стало на 680 камер видеонаблюдения больше, что помогло раскрыть множество преступлений. Эта работа будет продолжена. До конца 2022 года муниципалитет установит порядка тысячи видеокамер. Озвучивать хочу телефон для наших жителей. 8-498-601-6401. С 9 до 18 вы можете смело все, что касается установки камер видеонаблюдения, переноса камер видеонаблюдения с места на место, потому что очень много, к сожалению, жалоб идет на то, что гражданам не нравятся камеры. Мне кажется, мы должны привыкнуть, что... Каким образом устанавливаются камеры? Это наша безопасность. Огромное количество преступлений раскрываются с помощью системы видеонаблюдения, мы это понимаем. Огромное количество лиц, совершающих правонарушения в парках, скверах, задерживаются своевременно, не дойдя до того этапа, когда они, например, дойдут до состояния сильного алкогольного пьяни, совершат уже преступление. Задерживаются и доставляются благодаря видеонаблюдению. Не допускаются крайние ситуации. Поэтому я призываю наших жителей. В этом году мы будем заниматься активно, потому что все уличные места фактически у нас перекрыты. И активно будем заниматься. И в ближайшие три года мы вошли в программу подъездного видеонаблюдения. Будем устанавливать камеры на подъездах. Полную версию программы вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Диалог с властью». Продолжение следует...